Приветствую вас, дорогие мои тельцы! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз основных событий на неделю с 28 октября по 3 ноября 2024 года. Посмотрим, что тут нам нашепчут карты Таро, какие пообещают конфетки, о каких занозах предупредят, и что нам посоветует оракул затмения на эту неделю. Итак, приступим. Главные события недели. Каким будет ваше настроение на этой неделе? Либо всю неделю, либо в какой-то период недели, тут уже у кого что будет. Итак, король мечей. Ну, серьёзненько, мои хорошие, очень серьёзненько. К делам будете относиться, соответствующие, вот в таком формате. Да, у кого-то будет желание заняться юридическими вопросами, судебными вопросами, если будет повод, конечно. У кого-то заняться оформлением документов, как в сторону плюс, так и в сторону минус, минус, то есть расторжение в том числе. У кого-то появится настроение пообщаться с умными людьми, ну, точнее так, со знающими людьми, знающими вот именно в своей области, как я уже сказала, возможно, это юристы, адвокаты, но также могут быть и какие-то специалисты в области, в определённой области, скажем, да. Вот. У кого-то будет настроение познакомиться с таким человеком. Получить, возможно, не только совет, но и какую-то информацию. Так что всё серьёзно. Ну, не скажу, что всю неделю у вас будет вот именно такой серьёзный настрой. А может в определённый период недели, либо по необходимости. Да, по необходимости. Ну, может, может, конечно, карта проиграться, как это ваше состояние, понимаете? Ваше состояние быть серьёзным, решительным, педантичным, строгим, не давать, как говорится, на себя садиться и свешивать ножки, вот, давать отпор в нужных моментах. Поэтому, да, интересно, конечно. Ну, давайте посмотрим, а что тогда с событиями будет. Так. Девятка мечей. Ну, в принципе, неудивительно с таким-то настроением и настроением. Паш мечей. И семёрка пентакли. Хм, интересно. Ну, знаете чё? Хотя, конечно, мечи очень воспринимаются негативно, но это не всегда проигрывается, этот негатив на событиях. Часто бывает, что карты мечей, они показывают вашу ментальную работу. Вот в данном случае очень даже мощную, я бы даже так сказала, мощную ментальную работу. Да, связанную с какими-то серьёзными делами, с серьёзными задачами, с целями, с серьёзными, вполне возможно, и отношениями. Почему бы нет? Вот. Та же девятка мечей, она может говорить о сильном беспокойстве, вплоть до бессонницы. Что-то вас так будет сильно волновать, что невозможно будет уснуть в положенное, как говорится, время. Будете прокручивать в голове всю ситуацию, будете прокручивать в голове то, что вы сказали, что сделали, как надо было сделать. Ну, вам знакома такая, да, ситуация, особенно, когда днём, если вы очень сильно напрягали свой ментал, что-то анализировали, с кем-то разговаривали, что-то думали, решали, принимали решения, вот, то ночью бывает очень сложно уснуть из-за перегрузки вот такой. Поэтому, да, это волнение, волнение, а как оно сложится, а как оно будет. И причём, понимаете, здесь очень часто бывает накрутка себя, излишняя накрутка. Ну, что ни говори, мы себя очень любим в этом плане накручивать, что уж говорить-то. Вот, поэтому не исключаются вот такие моменты, когда становится тяжко, тяжко. И вот это напряжение, оно отзывается не только на состояние днём, но и на состояние ночью. Вот. плаш-мечей, он как бы, знаете, не то, чтобы повторять, а подтверждает, подтверждает о том, что не исключено получение какой-то важной для вас информации. информация вас не оставит в спокойствии, она вас может напрячь, заставить, заставить активничать в каких-то процессах, начать какую-то работу, в том числе, друзья мои, и действительно связанную с документами, с какой-то анализом информации, с выяснением отношений, в том числе, мои хорошие. Да, потому что плаш-мечей иногда проигрывается и, ну, скажем так, остренько в отношениях. Вот. Да, могут быть выяснения, могут быть скандальчики такие, могут быть накаты на вас с выяснениями или с претензиями. Поэтому, да, придется вот себя, так сказать, держать в таком формате, в формате защиты и отпора, особенно отпора. Ну, может быть и напора, почему бы и нет. То есть, с вашей стороны вполне возможно претензии к кому-то, учитывая ваше настроение по королю мечей, то тут дело пахнет порохом. Чего уж, там говорить, особенно если вам что-то будет не нравиться, что-то будет не устраивать, особенно если вы почувствуете ущемление ваших прав, ущемление ваших интересов, то тут, как говорится, не до сёси-пуси. Дальше. Вот семёрочка Пентакли, третья карта, да, вполне возможно она как результат предыдущих событий, потому что семёрка Пентакли, как правило, проигрывается приостановкой, остановкой, задержкой каких-то процессов, вот, обудумыванием, анализом, а стоит ли продолжать, а что в результате получили, как бы подведение итогов, и это подведение итогов как раз с целью того, что либо что-то в дальнейшем поменять, вот, либо вообще дело это забросить, остановить окончательно и поставить на этом точку, понимаете. Да, не исключено, что была проведена некая работа, любая, друзья мои, касаемо хоть профессиональной деятельности, хоть отношений, вот, что-то вы предприняли, и на этой неделе приостановите свои действия и посмотрите, а что же будет происходить дальше, какой результат дала ваша работа, понимаете. Вот, прислушаться надо, присмотреться надо, что есть, как говорится, ху есть ху в том числе, вот такая интересная карта, интригующая с одной стороны, ну, конечно, может быть, может быть, это не только с вашей стороны, вполне возможно, что вот эта приостановка связана с действиями других персоналей, вполне, кто-то ставит вам палки в колеса, кто-то вам не дает дальше двигаться, что касается каких-то материально-финансовых вопросов, да, здесь может создаться ситуация, когда надо будет хорошо подумать, тратить ли деньги на это, что вам нужно сделать, да, покупать это, не покупать, может, чем-то заменить, соглашаться ли на работу, где тебе предлагают вроде бы высокую зарплату, но, как говорится, а что за этим стоит? Вот больше вопрос, карта вопроса, я так сказала бы, карта тормоза со стороны других людей, поэтому не исключено, мои лапочки, что вы себя будете вот так отвести, потому что кое-кто, точнее, кому-то, вернее, так, кого-то не устраиваете вы, ваш стиль, поведение, ваши действия, ваши работы и так далее. Ну, ладно, теперь давайте посмотрим, а что с конфетками? Император? Мощная конфетка, мощная. Тут либо покровительство, поддержка, защита со стороны влиятельного человека. Ну, это не обязательно, знаете, большой-большой начальник, нет. Это может быть ваш родственник, это может быть человек, который, ну, скажем, имеет определенные навыки, определенный статус в своем ближайшем окружении, как состоявшийся человек, как знающий человек, как опытный человек, вот. Вот такое покровительство и поддержку можете вполне получить на этой неделе. на этой неделе. Это может быть, друзья мои, удачное общение с госструктурами по оформлению каких-то документов, по решению спорных вопросов, по общению со знающими людьми, допустим, с юристами, с адвокатами, с нотариусами и так далее и тому подобное. Да, удачное оформление документов, быстрое оформление документов, получение документов. Так что эта конфетка такая, еще раз скажу, мощненькая, мощненькая. И результат от нее может быть, скажем, сыграть в вашей судьбе довольно-таки значительную роль. Да, значительную, очень значительную. ради которой можно постараться повоевать, поспорить, повыяснять отношения, стать таким напористым и воинственным где-то даже, друзья мои. Да, тем более, знаете, король мечей это больше воин. Больше воин. Ладно, а что у нас за нозы? Даже интересно будет какая. Ага, неожиданно. Думала, будут мечи. Влюбленные. Это еще раз подтверждает, друзья мои, что в нашей жизни общение это самое-самое главное. Да, наше окружение. В одиночку мало что мы можем сделать, мало что решить. Только общение. Кругом нас люди и, соответственно, умение вливаться в коллектив умение коммуницировать с людьми это наше все. Ну, здесь не только необходимость общения как заноза, да, а здесь может быть, друзья мои, для кого-то это необходимость выбора. Вот такая заноза. Выбора между кем-то или кем-то или чем-то и чем-то. Тут у кого что? Что важнее? Ну, выбор, похоже, серьезный и от этого выбора, учитывая, что это старший аркан, и от этого выбора зависят дальнейшие события, обстоятельства вашей жизни. вот такие пирожочки. Ну, ладно, идем дальше. Совет оракула затмения. Давайте посмотрим, что он тут нам нашепчет. Молния. Ну, не знаю. Молния, молния. То ли подготовиться к неожиданным каким-то ситуациям, то ли молния намекает на то, что нужно действовать молниеносно, точечно и сразу, как говорится, на повал. Вот. Не тянуть резину, не тянуть кота за хвост. Вот именно так. Если есть проблема действовать как это молния. Решать эту проблему быстро, решительно, потому что иногда вот эта неожиданность, да, она застает врасплох ваших соперников, конкурентов, врагов и не дает им успеть подготовиться к вашему нападению. проблему. Ну, это, конечно, когда проблемы. Если кто-то что-то решил сделать, изменить свои жизни, начать какое-то новое дело, здесь совет тоже самое, друзья мои, действовать быстро, не откладывать на потом, а сразу бить в точку. Вот такой интригующий, я бы сказала, вам совет дал раку затмение. Ну, а я на этом закругляюсь. Мне остается пожелать вам любви, здоровья, удачи и всех благ. До новой встречи, мои хорошие. Редактор субтитров